В Люберцах прошло совещание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Московской областной думы. Участники встречи обсудили развитие информационных систем и технологий в столичном регионе. Все подробности в следующем сюжете. На территории Московской области развивается более 80 информационных систем. Они охватывают практически все сферы жизнедеятельности региона. Посредством современных технологий можно узнать о ходе социальной газификации или о строительных работах на определенном земельном участке. Новые сервисы помогают решать многие вопросы, не выходя из дома. Одно из направлений, которое было последним реализовано, это были автоматизированные государственные услуги, связанные с захоронениями. Теперь не требуется ходить в администрацию, даже в МФЦ. Можно ходить, все сделать уже с помощью портала государственных услуг. Благодаря внедрению региональной географической информационной системы, каждый житель может получить сведения обо всех социальных объектах и учреждениях. Для этого достаточно иметь доступ в интернет. Через РГИС в настоящий момент можно получить более 20 наименований государственных и муниципальных услуг округа. Важным позитивным фактором внедрения системы считаю, что для жителей существенно сократились сроки получения информации, также уменьшились сроки оказания госуслуг, появилась возможность просматривать актуальную информацию по проводимым работам на территории и осуществлять контроль за их проведением. В ближайшее время в центральном офисе МФЦ на улице Звуковой начнут выдавать биометрический загранпаспорта сроком на 10 лет. После подачи заявки документы автоматически отправят в систему МВД, затем на фабрику госзнака. Готовый загранпаспорт заявитель может получить в многофункциональном центре.